Наследник бомбардировщика и француженки, свисток и стиляга. Легендарный Ту-134 уходит в историю. Авиакомпания «Алроса» отправила ветеранов в последний пассажирский рейс из Мирного в Новосибирск. Ту-134 – прямой потомок первого советского реактивного лайнера Ту-104, сделанного на основе бомбардировщика. А двигатели в хвостовой части, по легенде, распоряжение Хрущева, впечатленного французской «Каравеллой», первым в мире самолетом такой схемы. С начала 60-х было построено 854 машины. Прозвище «Свисток» 134-й получил за характерный звук двигателей. Полет на тушке – это вообще фантастика, это феерия. Это не сравнить ни с «Боингом», ни с «Аэрбасом». 134-й стал первым советским лайнером, строившимся под зарубежные нормы летной годности. Его эксплуатировали по всей Восточной Европе, в Азии и в Африке. Этот борт за 39 лет успел полетать под флагами СССР, Латвии, России и даже Нигерии. Некоторое время он был личным самолетом Аллы Пугачевой. Конечно, у каждого слезы выступили на глазах, потому что мы не хотим, чтобы эта техника просто так ушла. Она, пролетая на ней 34 года, естественно, оставила определенный период в каждого из нас, членов экипажа, и в том числе в моей жизни. Теперь самолеты отправятся в музей под Новосибирском. В небе 134-е пока остаются. У различных государственных ведомств и даже частных лиц, а также на линиях за рубежом. Например, в КНДР.